Всем привет! Сегодня у нас серьезная лекция про вещественные числа. Я хотел надеть очки и пиджак, но не надел. Итак, что такое вещественные числа? Это все числа, которые не целы. Например, как написано на презентации, масса Земли — это 5,972 умножить на 10 степени. Это называется экспоненциальная запись числа. 5,972 — это мантисса. Ну, такое у нее название. Степень десятки называется экспонента. Не все вещественные числа можно хранить в памяти компьютера. Например, число π имеет бесконечное число знаков, и память просто кончится, все их сохранить не получится. Поэтому числа хранятся, грубо говоря, в виде двух целых чисел — мантисы и экспоненты. Ну и еще один бит отводится на знак, плюс или минус. Не все вещественные числа можно хранить в памяти компьютера. Например, число π имеет бесконечное число знаков, и память просто кончится, все их сохранить не получится. Поэтому числа хранятся, грубо говоря, в виде двух целых чисел — мантисы и экспоненты. Ну и еще один бит отводится на знак, плюс или минус. Посмотрим на примере задачи подсчета объема пиццы, радиус которой он z, а высота a. Нам понадобятся переменные π, напишем, сколько помним знаков, z и a. Эти перемены имеют тип double, что означает двойной. Числа — двойной точность. Одинарной точности нам не хватит, такая тоже есть. Считываем радиус и высоту пиццы. И выводим ее объем. Он равен π умножить на z умножить на z и умножить на a. Запускаем программу. Давайте посчитаем в кубических сантиметрах. Обычная пицца имеет диаметр 35, значит, радиус у нее 17,5. Ну и на толстом тесте пусть она будет 2 сантиметра в высоту. 1924 с копейками кубических сантиметров. Отлично. Посмотрим, что есть еще. Пусть мы хотим посчитать пиццу в кубометрах. Введем те же самые данные, но в кубометрах. 0,175 метра и 0,02 метра — это высота 2 сантиметра. Вот объем нашей пиццы в кубометрах. Посмотрим, что произойдет, если мы захотим сделать пиццу космических размеров. Например, пусть ее радиус равен 100 тысячам метров, ну и высота тоже, например, 10 тысяч метров. Как видите, у нас вывелось число в довольно непривычном формате. Это и есть экспоненциальная запись. Сначала вводится мантисса, потом пишется буковка e маленькая, и затем пишется экспонент, степень десятки, на которую нужно умножить нашу мантису. Если мы не хотим, чтобы у нас так выглядел наш вывод, нам нужно проделать некоторые манипуляции. Во-первых, подключим библиотеку IOMANIP. MANIP — сокращение от манипуляции, input-output, вводом-выводом. Мы хотим, чтобы наше число выводилось не в экспоненциальной форме, а как обычное число, с кучей ноликов или каких-то цифр. Для этого мы должны в COUT положить специальное слово fixed. Это фиксированная запись, то есть целая часть, точка, и затем нецелая часть числа. А также задать точность, сколько знаков после точки мы хотим вводить. Называется setPrecision. Установить точку. Точность. Например, три знака. Запускаем. И вот она, наша космическая пицца с кучей знаков. Отлично. Иногда возникает потребность написать в одном арифметическом выражении и целые, и вещественные числа. Посмотрим на правила, по которым выполняются эти действия. Создадим целые числа. Давайте сразу положим их в какие-нибудь значения, чтобы ничего не читать, только писать. И какие-нибудь вещественные числа. Как происходит вычисление арифметических операций? Напомню, что если у нас целое число делится на целое число, то есть мы, например, напишем A делить на B, где A равно 1, B двойки, у нас выведется 0. Потому что деление будет злочисленное. Если же хотя бы один из операндов, то есть то, что стоит слева от знака операции и справа от знака операции, это вещественное число, то все будет происходить в вещественных числах. Например, сейчас мы будем делить 1 на 2,5. Да, получился вещественный результат. Если же мы хотим все-таки разделить одно целое число на другое целое число и получить вещественный результат, то хотя бы одно из этих целых чисел нужно превратить в вещественное. Для этого нужно в круглых скобочках перед ним написать слово double. Тогда у нас целое переменное превратится в вещественное. Проверяем. Работает. Иногда возникает обратная задача. Из вещественного числа превратить обратно в целое. Это можно сделать несколькими способами. Давайте рассмотрим их все. Сделаем одно число положительным, а другое отрицательным. И будем округлять их по-разному. Способ номер 1. Отрезать дробную часть числа. Функция называется trunk. Truncate. Ну, собственно, отрезать. Выведем то, что получится для положительного числа и через пробельчик для отрицательного числа. Запускаем. 2,5 превращается в 2, а минус 3,4 превращается в минус 3. То есть просто все, что после точки, исчезает. Посмотрим еще одну функцию округления. Flur. От английского пол. Пол у нас находится внизу, то есть это округление вниз. Мы ждем, что у нас получится 2 и минус 4. Проверим. Так и есть. Следующая функция. Sail. Округление вверх. Действительно округляет вверх. Ну и, наконец, последний из них это round. Округление по математическим правилам. Действительно округляет. В библиотеке CMAS, кроме функции округления, есть еще много интересных штук. Первая группа функций это корни, логарифмы, экспоненты, ну и все, что может пригодиться в жизни. Например, если вам лень решать задачи, там, из математики старших классов, можете написать программку и все сделается за вас. Кроме этого, там есть тригонометрические функции. Синусы, косинусы, тангенсы, арктангенсы, ну и все на свете. Опять же, если вы не очень любите их, как, например, не очень люблю их я, вы можете написать программку, которая будет делать всю работу за вас. На сегодня все. Сегодняшние задачи практического занятия используют идеи из предыдущих заданий, так что не будут сильно сложными. А в следующий раз нас ждут массивы. Пока. Продолжение следует...